Я вас всех приветствую, ребята. Я вас люблю. Дружите. Мы тебя тоже любим. Ты это знаешь. Руслан-Джан, просто знаешь, в каждом народе есть какие-то... Как в каждом народе есть такие... К сожалению, у нас много. Да, да, да. Ты веришь, вот сегодня я занимаюсь, вот пропагандирую вот Алиевский режим, да. Я понимаю, что Алиев сегодня 93% себе накручивает, понимаешь, да, голосов, типа, а него 93% азербайджанцев его любят. Но в социальных сетях все говорит другое, понимаете, да? Все обратное доказывается, что народ его ненавидит. А то пропаганда, которая сегодня в социальных сетях «Ой, азербайджан, там это...» Поверьте мне, люди голодают. В азербайджане сегодняшний день одна курица, которая стоила, когда я уезжал, 5 манатов, сейчас стоит 10 манатов. Когда я уезжал, было 10.50, 11 манатов стоил этот килограмм мяса, сегодня 24 маната стоит, килограмм мяса. 40 копеек был хлеб, сегодня 80 копеек один манат стоит хлеб. Вы понимаете? А доллар почему не дорожает? Как вы думаете? Потому что сегодняшний день Оливия вот что будет хаос. Если и доллар подражает, это начнется хаос в Азербайджане. Уже в Азербайджане люди не могут жить, понимаешь? Вы старайтесь, да? Вот я вот в твоем лице призываю всех армян не подобать вот этим членам, которые оскорбляют армян, не работают. Я по одному, вы прекрасно видите, я их вылавливаю, даю правительству, правительство их наказывает, потому что правительству вот эта национальная рознь не выгодна, понимаете, да? Я, несмотря на то, что воюю с правительством, но я иногда прошу правительства, чтобы азербайджанские власти исполнили своих джендеров, которые нагнетают национальную родину, понимаете? Если где-то какой-то азербайджан позорит Азербайджан в своем лице, в своем лице позорит свою нацию, снимите это видео, если у него есть лицо, покажите, дайте мне, у меня аудитория, слава Богу, меня смотрят все правоохранительные органы азербайджана. Я поставлю это видео, я обращусь к президенту, потому что первый раз я буду обращаться с просьбой, во второй раз просьбы не будет, будет унижение, оскорбление. Если бы не переходить на оскорбление, они будут все делать по закону, вот как Самира за уши взяли, в рот дали, как других в рот дали, понимаете, я по одному и устраняю, потому что между двумя народами должна присутствовать лишь дружба и ничего другого, только дружба. Не подавайте этим пледям, мы все прекрасно знаем, что они снимаются блядства, потому что другого дохода нету в Азербайджане, в Азербайджане нечем деньги зарабатывать, понимаете, Камран сидит в социальных сетях только ради того, чтобы своего этого бичбалу прокормить своего мурада, понимаете, на вашем, на вашем, этот, как бы, на вас он делает себе рейтинг, понимаешь, я никогда не обратился к кому-то помогите, я вот тот раз видео снял, что президент Мехрибан говорит, что каждый азербайджанец мой брат, вице-президент говорит, я почему хотел, чтобы армяне, вы помогите азербайджанскому солдату, который хотел помощи требует у азербайджанца, вы понимаете, я бы этого не позволил бы, чтобы кто-то помог ему, это должно быть стыдом, понимаешь, я старался сделать так, чтобы этому человеку помогли сами же от стыда пусть правительство само чтобы никто, потому что социальности армяне смотрят, и евреи смотрят, это везде смотрят, это позор для нации, понимаете, если вы уважаете Азербайджан, любите Азербайджан, тогда и любите азербайджанцев, понимаете, да, облядством не занимайтесь, потому что я сегодня безвозмездно дружу с каждым армянином, который не носит форму, не одевает, не сидит в окопе, и в руках не имеет автомат, понимаете, да, не угрожает мне, они такие же люди, как и мы, я такой же человек, как и белый, я ничем не лучше белый, понимаете, и то же самое ничем не лучше меня, понимаете, да, мы одинаково Бог, и она верит в Бога, я верю в Бога, у нас создал один Бог, из-за этого любите друг друга, о наблюдении обращайте внимание, будьте как бы друзьями, создавайте больше в себе окружения людей, тех, которые нас понимают, нас одобряют, потому что это не наша война, понимаете, да, нам ее засунули, эту войну, а теперь эти пропагандоны не дают покоя, чтобы люди от себя встали с колен, а уже как это говорится, чтобы они вот эти слезы вытерли, все, хватит, уже хватит, понимаете, азербайджанцы каждый день приходят трупы внутреннести, понимаете, да, у вас это не оглашается, у нас уже люди просыпаются, они уже выкладывают вид, понимаете, это общественное мнение, хотят скрыть, а я так сделал, не, 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 уже невозможно, вы не скажете, что это не вы делали, это не, это армяне сделали, вы же любите на армян все складывать, но на армян все вешать, не, ставите видео, Камран пропагандирует, что это армяне расстреляли, азербайджанцы, этот, азербайджанцы расстреливают армян безоружных, сегодня вагу поставил, я у него видел, Камран в наглую врет, за это видео, вот этих солдат приговорили, один сидит семь лет дали, другому восемь лет, вот те, которые расстреляли, если он знает эту историю, этих солдат, которые безоружных пленных расстреляли, я ему скажу, азербайджанская власть, которую вот сегодня я воюю, они, вот этих людей, которые вот это сделали, и на весь мир это видео раскаталось, и опозорили во всем мировом сообществе Азербайджана, портачили, эти люди сейчас сидят, те люди, которые армянские, гробы, гробы, которые снимали, разбомбили, гробы, эти люди тоже сидят, тот человек, который сжег армянский флаг, тоже сидит, вы понимаете, да, правительство, и политика правительства, и политика вот этих пропагандонов, они не совпадают, понимаете, да, пропагандируют плятства, а правительство, наоборот, сегодня, я не хвалю правительство, я смотрю и наблюдаю, как реагирует правительство на плятства, Да. И как реагируют вот эти бляди, понимаете, которые сегодня сидят и запропагандируют. Они все политологи, их никто не видит. Понимаете, да? Здесь можно закрыть лицо и пиздеть, что хотите. Нет. Вас видят, вас слышат. Все контрразведки Азербайджана сидят под разными никами, наблюдают за Белой, за Росланом, за Вагой, за Робертом. Понимаете, да? Вы прекрасно знаете, кто есть кто. Спасибо тебе, Белла. Подожди, тут девушка хочет тебе вопрос задать. Поднялась она. Руслан, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела вам кое-что сказать. Точнее, не задать вопрос, а кое-что сказать. Я тоже за вами наблюдаю. И ваш первый ролик, кстати, я была одна из первых, которая показала Белле. Если Белла это помнит. Да, я помню. Она познакомила меня с тобой. Мне попалось ваше видео через Фейсбук. Через Фейсбук. И я наблюдаю за вами давно уже. И я сказала Белле, я говорю, человек, наверное, живет в Европе, а не в Азербайджане. Я говорю, человек, наверное, живет в Европе, а не в Азербайджане, потому что через его разговор чувствуется. Я сказал, что идите за мной. Вот именно. Я сказала Белле, потому что я сама тоже живу в Европе. Я говорю, человек живет в Европе. Что я, собственно, хотела вам сказать. Знаете, Руслан, тут за протяжением, что я наблюдаю, тут вот именно в ТикТоке, есть люди, я их называю приходящими и уходящими. Есть много людей, которые начинают вот эту деятельность, как говорить правду. Вы любите свою страну. Я это Белле всегда говорила. Не то, что вы идете против вашей страны. Это чувствуется в каждом вашем... Я наблюдаю за вашим ютуб-каналом. Вы чувствуете, что вы никогда про свой Азербайджан, родину свою, никогда плохого я от вас не слышала. Я слышала о правительстве. И то, что вы говорите, это ваша боль. Я начинаю понимать, что вот эта боль, которую в Азербайджане вам причинили, то, что правительство поступило неправильно. То, что я сужу по тому, что вижу. Я не знаю, что именно там стряслось. Не будем сейчас конкретно говорить. Но чисто мне хотелось бы только вам сказать одну вещь. Продолжайте просто до конца вот эти ваши деятельности нести за собой. Потому что вы говорите правду. Есть люди, которые сидят... Да, вот есть люди, которые сидят, как я, в Европе, и не знают именно, что вот мы смотрим то, что происходит в интернете, люди пропагандируют, и там много враня мы видим. А вы человек, который почти всю свою жизнь прожили в Азербайджане, и более не менее вы знаете, что там происходило. И вы несете эту правду вам. Вы то, что говорите, правду. Я бы хотела, чтобы больше таких людей смелых было бы не только за пределами Азербайджана. Я понимаю, в Азербайджане служат. Но те, которые начали бы думать и уехали бы в Азербайджане, есть такой... Вы как можете без согласия человека, без согласия владельца, дома, здесь, в его территории, открыть калидор. Идите открывайте калидор с Ирана. Иран же поставил вам 40 километров. А почему вы не хотите там открыть и поставить своих вот этих... Блядь, я вас извиняюсь, русских, которые вас сегодня трахают, да? Вы не хотите поставить ФСБ, контролировать вот эту дорогу, 40 километров длиной, которая с Ирана идет, вот этот Зяньгазур, да? На территории Ирана. Вы это же не можете делать. Вы не можете Ирану диктовать. А почему вы пытаетесь залезть на территорию Армении, суверенной территории Армении? Это же Никарабах. Это Никарабахская тема. Почему вы сегодня пытаетесь, да, сучить армянам, что они обязаны вам дать калидор, для того, чтобы русские там, понимаете, да, блядь, кайфовали, и ваш наркотрейлер, и ваш вот этот уран проходил, вы так растоптали армянский флаг, понимаете, да? Ваш президент дебил. Вы так хотите сегодня еще и землю топтать, понимаете, да? Вам такого счастья не дадут. Америка там. Только попробуйте залезть туда. Вы понимаете, побыстрыли, блядь, запах крови. Вы сейчас идете на запах крови, только попробуйте. Америка вам сапоги в задницу засунет, вашему алиевскому режиму. Я не сторонник Азербайджану, чтобы умирали люди. Я сторонник, чтобы алиевские вот эти джиндеры, чтобы они вздыхали, понимаете, да? На этом Зангазури пусть положат 300 тысяч алиевских войск, но, блядь, 10 миллионов людей, которые плачут, которые хлеб не могут купить, которые мясо медицами не жут, а, блядь, которые сегодня, блядь, играют с судьбами людей, блядь, выставляют здесь айджендер, ты 500 монат, блядь, зарплату получаешь. Это 250 евро. Ну, Санчан, как ты думаешь? Айджендер, ты визы, я извини, извини, Белла. Вы визы едете в Карабах. Вы понимаете? Визы 60 монат, вы едете в Карабах. Где Карабах вак, видите? Если мэр города Ханкенды является армянином. Понимаете? Идите, проверьте статистику. Идите, проверьте, блядь, указы президента. А за один день указ был, потом этот указ сразу же убрали. Нигде в социальных сетях нету, кто мэр города. Камеран сам говорит, он только может быть мэром своей квадратуры. Понимаешь? Нет. Он дает сигнал. Белла, ты что думаешь? Он дебил. Он дает сигнал, что он является мэром. Понимаешь, да? Но я же знаю, я все приказы президента читаю, понимаешь? Потому что это моя работа. Я этим жду. Да кто он такой, чтобы мэром сказать? Про своих врагов. Руслан, вчера просто у нас спор был на одном... Можете им стать своей квадратурой дома? Вчера у нас спор был на одном эфире, где Камеран сидел, кстати, у этой Патико. И когда ему сказали, что во время второй вот этой Карабахской войны Азербайджан принес очень много жертв, много тысяч, он сказал, что больше трех тысяч не было. Ты вот как считаешь, какие там жертвы были? Какие цифры доходили? 15 тысяч. 15 тысяч люди умерли. Как минимум, правильно? Сегодня, в данный момент, в Ханкенде... Как минимум, это 15 тысяч. Сегодня в Ханкенде... В общем, в Ханкенде, чтобы никого не обидеть, да? Смотрите, уже 10 тысяч гробов уже вырыты. Есть видео, мы поставили. У меня в Facebook каналах это все есть. Заходите, ищите, вы увидите, в Ханкенде есть 10 тысяч гробов уже построили, уже раскопали. Они ждут большое противостояние. Понимаете, да? Сколько пропавших без вести, потому что... Потому что я смотрела канал одного вот, если такой тоже, азербайджанский... Азербайджанский блогер... Что армян, что азербайджанский, ребят. Они в Азербайджане сталкивали и закапывали трактор. Есть азербайджанский блогер, он живет во Франции, он эмигрировал тоже как в Европу. Ему, наверное, 28-26, он уже больше пяти лет во Франции. И он тоже сказал, что статистика, я слежу тоже за ним, он иногда на французском ведет, иногда полностью на азербайджанском. Там есть субдитры английские, он сам их делает. Я слежу, тоже смотрю, и он сказал недавно, я смотрела, у него фамилия Мирзайли, по-моему. Если я не ошибаюсь, у него канал как-то подпела. Я тебе отправляла его, помнишь? Ага, надо, надо. Вот. Он ушел. Он говорит, и он говорит... И он говорит, что очень много пропавших без вести, и когда там материя приходит, говорит, где вот хоть трупы наших детей верните, а они говорят, а мы их пока ищем. Война прошла уже больше четырех лет, они пока трупы ищут. У меня есть друзья, контрразведка, которые были в разведке, и они будут говорить, какой часть будет, потому что вы их не знали. Они со мной разговаривают, один капитан, один подполковник. Они говорят, что Аллахом говорят. Вот это слово, если кто врет, я, говорит, богом крыну, пусть бог этого человека накажет. Вот я словесно повторяю его слова. Он говорит, я когда, говорит, с армянами воевал, они говорят, армяне, говорит, они очень благородные, чем наши вот эти джендеры, которые сегодня издеваются над нами. Представляешь, да, они сегодня сопоставляют, воевали с армянами, стреляли на армян, и сегодня они вот живут в Азербайджане, со мной вот разговаривают, один капитан, один подполковник. Я говорю, ну, с детьми, говорю, вот это ихнее слово. Он говорит, что я, говорит, стрелял в армяна, армяне, говорит, очень порядочные, очень честные, очень, говорит, доблестные, чем вот эти наши джендеры, которые здесь издеваются над нами, говорит. Мы, говорит, в долг, офицеры, в долг в аптеке берем, в долг берем, говорит, продукты, ради того, чтобы прожить один месяц. Вот это говорят офицеры Азербайджана. А Алиев застраивает себе, бля, притоны для кого? Для азербайджанских женщин, азербайджанских девочек. Тут будут эксплуатировать, будут брать на работу, смотреть на ее попу. Как сейчас берут на работу? Хорошенькая, пошла, иди в отель и будешь работать. Почему президента Азербайджана ни в каком мире нету такого? Что президент Азербайджана делал открытие, открытие отелей. Представляете, где, в каком есть мире, да, в каком стране мира есть, чтобы президент какой-то страны открывал отель, личные отели открывает. Представляете себе? Из-за этого, ребята, сегодня будет, откроет казино. Вы помните, да, Алиев, младший, да, Игам Алиев, в свое время проиграл отель Европа. Из-за этого был убит владелец казино в Курции. Вы правы, Руслан, это все происходило в Грузии, в Грузии тоже в одно время приезжал и тамошних казино, потому что Алиев старший в одно время дал приказ, чтобы многие казино в Азербайджане закрыли из-за того, что он любил играть, и поэтому он приходил в Грузию даже играть в казино. Алиев, да, а теперь, а теперь Игам Алиев, где будет, кровь уже все остыла, труп остыл, так скажем. Теперь можно открывать, уже депутаты говорят о том, что в Азербайджане надо открыть казино, притоны, их легализовать. Вы понимаете, да, проституткам Азербайджана будут выплативать пенсию. Ребят, поставьте, пусть им будет стыдно, пусть будет стыдно, понимаете? Поставьте заголовки вот этого, что в Азербайджане легализуется проституция. Значит, азербайджанские проститутки будут выплачивать пенсион в фонд процеда от своей прибыли. И чтобы они в дальнейшем могут получать пенсию, когда пенсия будет, блядь, высыхать. Подожди, может, из-за вредности они еще и раньше на пенсию уйдут, как военные? Ну, я не знаю, это как президент подставит. Вы понимаете, это трагедия, понимаешь, Белла, да? Мы же где-то, ты понимаешь, и вот в Армении сегодня, да, легализует питательник, правильно? Но я на это смотрю очень плохо, понимаешь, да? На это все плохо смотрят. В Грузии петушков не разрешают. Понимаешь, да? Я хочу сказать, а сегодня в Азербайджане у нас и вот здесь беда, и у нас есть беда. В Армении сегодня вырастить сына, это очень трудно при таком теме, да? А в Азербайджане вырастить дочку очень трудно, понимаешь, да? И петухов развелось, извиняюсь, да? Во всех телевидениях петухи, блядь, дают, в Азербайджане, блядь, ставят, как ахсакалы себя ведут. Они пропагандируют, блядь, честь, они говорят о идеологиях, блядь, чести. Петухи говорят, представляете? На телевидениях все телевидения управляются петухами. Понимаете, да, что я хочу сказать? А посмотри, даже азербайджанский тикток... А посмотри, даже азербайджанский тикток, вот этот Саммер с выщипленными бровями, и вот тут тоже очень много таких, да, я наблюдаю. Я видел, я видел, я сегодня смотрел твое видео. Я завтра, я, пожалуйста, эти видео мне скинь, пожалуйста, я его тоже потушу, ладно? Ты видел, что он языком делает? Что он языком делает? Белла, вы слушай меня, это после братства с турками, это пришло к нам. Вот это пиздолитство. У нас этого не было. Понимаешь, это когда турки прилик к нам, понимаешь, да? В свое время иранцы, когда Иран-граница открылась с Азербайджаном, азербайджанцы меняли этих коров на жвачки иранские. Представляешь, клюш-матери, на жвачки меняли корову. В то время было вот такое. Потом, когда турки пришли к нам, турки в 94-м году, Баку-Джейхан, когда Алиев дал нефть, большой нефтепровод Баку-Джейхан через Грузию, писал этот на 50 лет договор, из них 25 уже, это уже отслужило. Осталось 25. Понимаешь, мы вынуждены, мы стали братьями, понимаешь, да? А Азербайджан никогда не являлся братом турков, никогда. Потому что азербайджанцы это кавказские татары. Это говорит история, это не я говорю. Если кто-то себя считает, будь любезная, идите к туркам. Вот ваш турок, вашего президента, поставил, опортачил во всех СМИ Алихама Алиева. Почему он одевает формы, я не понял. Если воевали турки, выиграли турки, в Карабах зашли турки, откуда азербайджанцы взяли? Вы понимаете, да? Вы сегодня кардашин называете турков, но турки вашему президенту ножом ударили. Понимаете, да, что я хочу сказать? Всем привет. Азербайджанцы политические. Из-за этого азербайджанцы зависят. Русланчан, я извиняюсь, перебиваю тебя. Вчера один был фугар, меня очень сильно на одном эфире оскорбил. Я сейчас вот на него буду идем на тебя собрать. Понимаете, что его жена вышла через Турцию. Этого Зульфигара, он со мной учился, да? С моей строй. Я его попросил кое о чем, чтобы не ругать нашего соседа одноуличного, да? Ну, на улице жили. Он начал меня ругать, что я предатель, начал меня там материть. В общем, он забыл, я не забыл. Я никогда не забуду. И теперь я его, когда натягиваю, уже он прячет лицо. Но армяне в России ищут книж матери. Мне армяне пишут, авторитетные, что дай нам номер, мы его ищем, он прячется, телефон не берет. Ты вообще знал, что он в сайте знакомств зарегистрирован? Родственники? Это кто? Ты знал, что он в сайте знакомств зарегистрирован? Ищет девушку 18-50 лет. Это кто? Вот этот? Вот этот, который... Здорово, брата. Это он, это он. Здорово. Зюрфига. Это Зюрфига. Оказывается, он запишет девушку. Нашнин, телефон. А, он не больше не наоборот. Зюрфига, которая в Турции вышла на авторитетных ребят. А еще он повар по вызову. А еще он повар по вызову, который живет на Рублевке. Это он так пишет в соцсетях. Живет на Рублевке, у него трехэтажный дом. Смешно просто. Зюрфига, когда ты вчера... Я им занимаюсь... Я ему сказал, я его людям сказал, что пока не выйдет, не извинится за то, что... Я его не ругал. Я его никогда, его семью не трогал. А вот сейчас он успокаивается, он меня забывает. А я его... Аудитория большая, я его нагибаю в жену детей. А он сейчас позорится. Ну, теперь я тоже начну это дело. И теперь его весь Азербайджан знают. Обязательно, Зорь, пусть все армяне его жену поставят и в рот дают. С этими сайтами знакомств. Потому что он человек... Был бы он в Азербайджане, был бы он в Азербайджане, клюз Аллахом, я бы его потушил. Понимаешь, да? Властями потушил бы. Он в России сидит. Подожди секунду. Руслан, подожди секунду. Он вчера раз 15 назвал меня на одном эфире носорогом. Хотя носорог – это его президент Алиев. У меня вот, слава богу, с носиком все в порядке. Это так всем показывают. Он рассказывает, что я в Москве была, он не знал. Руслан, я с Москвы, со всех ресторанов прямые эфиры включала, говорила, где ваш Зуфигар, где ваш тот, где ваш этот... Я в Москве нахожусь. Кто хочет меня видеть, приходите. Он эти прямые эфиры сидел, смотрел. Тварь это смотрела, эти прямые эфиры, но духу не хватило прийти ко мне в ресторан. У меня все армяне сидят. Телечка. У меня все армяне нормальные, авторитетные, которые имеют вес, власть, сидят. Они его ищут. Куниш-матери. Мне написали, со мной звонят, говорят. И мне сказали, что этот Джендер прячется, прячется, телефон не поднимает. Я хочу тебе сказать, смотри, вот эта проститутка, знайте что, ну сейчас людей мало, но я ему завтра еще шоу-программу устрою. Вы не переживайте. Ничего, это у меня на юфубе увидятся. О, это его. Проститутка, жена его. Вот эта проститутина жена, которая в рот доберет. Ну Джендер, да, блядь, с него возьмешь. Он думает, что он сможет начать войну с армянами. Понимаешь, да? Азербайджан. Вы знаете, да, ребята, бойкот все страны мира. Было послано около 150 стран мира приглашения президента. Практически все демократические страны отказались присутствовать на КОД-29. Там, где будет Гейт Путин, нам нечего делать. Представляете себе? Азербайджан остался в жопе. Они, блядь, стены красят для этих президентов, а приедет только Путин. Все демократические страны отказались от проведения КОД-29 в Азербайджане. Представляете, да? Что творится. А мне вопрос такой. А как могут они вообще-то организовывать в Азербайджане? О, нефтяной, газовой. Ты что? Это экологический рейт в Азербайджане? В Азербайджане. Да, ты что? Да, отобряешь. Привет, брат. Да, да. Да, я тоже голос не знал. Я богатым больше. Я понять не могу. А как могут вообще в Азербайджане такой саммит экологически проводить? Газовое, нефтяное государство, она может такие вещи проводить. Ай, брат. Не знаешь, брат. Размолагать, смотри. Инфигация около 20 тысяч. Они ждут гостей. Им нужен лох, который это все оплатит. Бесплатно проживание, питание, развозка, гулять, туризм. Это все будет бесплатно. Армения отказалась проводить. Предложили Армении. Армения сказала, никаких денег на это. Азербайджан сказал, бараны спят, проблем нет. Мы дадим 100 миллионов долларов или 200 миллионов. Как они платят за авторалии. Авторалии, понимаете, авторалии 4 дня проводится. 200 миллионов списали, что... А детские деньги на 200 миллионов они не могут давать. Представляете себе? А вот развлекать своего сына президента. Но он же любит авторалии. А развлекать... Вот КО-29, 150 стран. Будут размещать проживание, питание, проституция. Это будет бесплатно. Нагрузка на проституток Азербайджана. Они будут бесплатно создать член гостям. Представляете себе, ребята? Руслан, а почему они мамам шахитов не помогают? Ты видел эту маму, у которой было 4 шахита? Я про нее видео делала. А кому они нужны? А кому они нужны? Матери шахида. Они только предмет разврата сегодня в социальных сетях. Только лишь предмет. Кто-то денег собирает под именем матеря шахида. Кто-то под именем Кази. Типа помогают Кази. Ребята, собирайте деньги. Каждый Азербайджанин пытается отличиться умом и сообразительностью. Что-то стратильная компания открывает на имя шахида. Помнишь, ты меня оттуда отправлял? Что стратильная компания на имя шахида. Да, да, да. Я же говорил, она трахается сегодня с этим. Матя шахида. Понимаешь, я же это показывал. Это позор, понимаете, да? Есть свои позоры. Понимаете, да? Это позоры Алиева, правителя. Он же является правителем, понимаете? Это же его семья. В этой семье матеря шахида страдают. Газичники, блядь, 108-109 гази себя подожгли. Понимаете, что? Если в Германии человек себя подожгет... Понимаете? Эта дверь стучит. Собака. Она во двор хочет? Белый передумает цветочек. Идут по-радусть. Мы ее должны вытащить. Ребята, извините, пожалуйста. Я выдумываю. Собака дверь ломает, что давайте меня на улицу. Хорошо, хорошо. Обнялся. Спасибо вам. Белка, спасибо. Удачи тебе. Тебе спасибо. Казайма, вчерашнего дня сказать? Да. Казайма, вчерашнего дня. Во-первых, они не тебя оскорбили. Они оскорбили как мужчины себе.